Всем привет! Приехали мы сегодня в небольшой городочек Людвисбург, который находится буквально полчаса или 20 минут езды от Штутгарта. Здесь находится Людвисбургский дворец. Называют его вообще Швебский Версаль, Швабский Версаль, наверное, так будет правильно. Это один из самых больших замков вообще в Германии. Насколько я знаю, 18 блоков, 18 зданий, очень много комнат. Безумно говорят, красивое место. Идем смотреть. Майория. Насбудила сынью желтый прапор. Думала, украинский. Не, какие смыслы выявляются. И да, очень многие выбирали именно эти цвета для своего флага. Разумеется, что тут все дымлятся, тут рыбы. Есть такая улечка для перекуса. Корн, вафли, кофе. Очень красиво играет классическая музыка. Прямо атмосферное очень. Оранжерея. Здорово. Тут столько интересных цветов. Кустов, деревьев. Там карусель. Есть еще вот такое место. Боже, как тут атмосферно. Несмотря на то, что вверху сетка. Какая прелесть. Птицы интересные. Прямо как домик Майя. Что-то здесь было. Какие-то есть гибриды. Что-то такое интересное растет. Куда-то идет. Аромат какой классный. Классный. О, а в клетках есть папушки. Какой большой, какой красивый. Оба. Тут я поняла, почему есть вот эта вот сетка наверху. Потому что есть птицы, чтобы не улетели. Вот это, например. Никуда не улетел. Красота. Вот такая пещера. Но здесь все искусственное. Поэтому вроде атмосферненько, но уже не то. Есть места, на которых невозможно не виснуть. Такие, например, как разнообразие цветов оранжерея. Либо там, где фламинго. И тут каждое такое место, в каждый такой момент обязательно. А мы приехали сюда не одни. С друзьями обязательно тебя кто-то отдергивает и говорит. Алла, ты помнишь, у нас еще 32 гектара. Потому что территория этого дворцового ансамбля, по-другому я не скажу, 32 гектара. Я не знаю, можно ли их обойти вообще все. Но прям красота. И тут я собралась фотографироваться. И понимаю, что в этих цветах безумное количество, не знаю, пчелы. Ну, ос не видела, шмели. И поэтому будьте осторожны в таких местах с фотографиями. А еще я вот думаю, люди, которые здесь жили, выходишь. Ну, я не знаю, мне кажется, каждое утро была первая одна из проблем. Это в какую сторону, в какой парк идти гулять сегодня. Потому что оно все разное, красивое. Я уверена, конечно, что у королей, у королев, которые здесь жили, и даже у прислуги однозначно было свое любимое место. Интересно, какие? Ведь я уверена, что все дела, какие-то переговоры, интриги, это все велось вот так вот на территории парков, чтобы никто не мог подслушать. Так, идешь, идешь по парку, бац, крепость какая-то. Включается фонтан. Смотрите на магию цветов сейчас. Вот, класс! Наша, карета подана. Давай, залазь, садимся, будем плыть. Ну, едем. Прям венец. Прям венец. Очень интересный был момент, когда мы все раз и на воду. Да? Ау! А еще этот... Вау! Какой-то домик плывел. Чем-то напоминает Land of Legend, но на немецкий манер. Вон еще кто-то есть, какая-то рыба. Кузя, акулы. Ой! Есть еще тут кто-то, какой-то рыбак. Еще кто-то. Ух ты! Класс! Ну все, наша подорожь. Перекладать до кимпя. Впечатление супер, правда. Еще один игрушечный домик. Подходишь к зеркалу, видишь себя, а потом Белоснежку и 7 гномов. И спрашивать, кто красивее и белее, смысла нет. Она там? А вот этот домик с волшебным зеркалом. Поднялись на высоту, и тут называется «Дети нашего времени». А почему здесь нету лифта? Потому что поднимались достаточно далеко. Я сейчас вам покажу, куда, на какую высоту. Ну, мы, собственно, находимся на башне, которую я вам показывала. А вот она. Мы на самом верху. А вот эта вот коса спускается периодически. Наверное, для принца. Даш, твоя маловато. Класс! На территории тоже есть лабиринт. Вот там вот внутри все ходят. Мы решили не тратить время, потому что и так его немного. Ну, как минимум на 32 гектара. Вот еще какая-то кухонька. Идем в гости дальше. Кто это у нас тут? А, бременский музыкант. Так, еще раз. Что за сказка? А, саморакозанят. Сейчас молода, сейчас просто. Знала она, как раз, или нет. На территории очень много вот таких локаций для фоток. Бабушка. Ох, какой волк. И моя красная шапочка. Еще эта локация. Молодец, угадала кастку. Есть места, где перекусить. Провозик, дивиться украинские биженцы за наш кошт. А взагалите кошты. Вот так. А, вот иначе едут. Хеллоу, сподобалось? Да. Даже идет такое милое представление. Класс. Вот такие шезлонги можно. Чистульчики, систы. Ну и там, говорится. Здесь тут невеста. По периметру, как я уже говорила, много блоков. И 438 комнат. У меня вопрос, кто в них всех жил? И сколько надо людей, чтобы это все обслужить? И убрать. Ну и хочу немного подытожить свои впечатления. И рассказать все-таки, что вы можете здесь увидеть. Безумно красивые парки. Ландшафты, оранжереи, разнообразие цветов. Очень интересная детская часть. Я бы где-то сравнила Land of Legends. Я уже говорила по-немецки. Очень много всяких интересностей для детей. Что по замку. Нам сегодня не удалось попасть в сам дворец. Я напомню, тут 438 комнат. Очень хотелось бы увидеть хотя бы 38. На все 438 вообще не претендую. Но, к сожалению, не знаю, почему закрыто. Зато сегодня очень много свадьб мы увидели. В принципе, мне кажется, одного дня здесь для общих впечатлений достаточно. Но если хочется их больше и действительно детально посмотреть, обязательно перед этим смотрите карту, поймите, что вы хотите посетить. потому что здесь очень много частей, очень много локаций, которые можно посетить в зависимости от того, что вам больше нравится. То же самое касается и дворца. Но тут я не могу вам сказать пишите, звоните, я вам забронирую сюда вход. Если вы все-таки находитесь в Германии, просто рекомендую это место посмотреть. Я напомню, пока я живу в Германии и не закончилась война, буду немножко ознакомить вас и с этой страной тоже. По стоимости хотела добавить есть фамилия тикет, если взрослых и двое детей и получается по нормальной цене это было бы 10 евро со взрослого 20 и 5,50 с ребенка, то есть общая сумма 31 евро, если фамилий тикет это 27. 4 евро на какую-то чашку кофе или на мороженое детям сэкономить можно. Но будем пробовать. Вышли из дворца решила по просьбе Доти прийти все-таки на колесо. Высоко наша кабинка. Будем получать красивые впечатления. А там ночью друзья. Единственное, что я понимаю, к концу кульку добро пожаловать. стоматология. А я на ней на ней, а... у Субтитры создавал DimaTorzok